Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу события. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главная тема дня. Не прошло и недели. Силовики задержали подозреваемых в нападении на начальника полиции от родного и его жену. А градус все ниже и ниже, когда ледниковый период закончится в Самаре. К снежным подвигам готовы. Сотрудники муниципального предприятия благоустройства продемонстрировали технику. Взяли мы елочку из лесу домой, как идет заготовка новогодних елей к празднику. Коррупция не пройдет. Более 300 должностных лиц в этом году привлекли к ответственности. Начинаем выпуск со срочной новости. В Самаре задержали пятерых подозреваемых в нападении на начальника полиции от родного и его жену. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе расследования были установлены и задержаны пятеро человек. Это жители Куйбышевского и Кировского районов Самары. Троих поймали в городе, двоих на территории области. Напомню, в ночь на 11 декабря Дмитрий Ивашуркин, начальник отдела полиции города от родного вместе со своей женой, вернувшись в свой дом в селе Смышляевка, обнаружили мужчин в масках. Злоумышленники жестоко избили Дмитрия и Екатерину Вашуркиных. Супруга полицейского скончалась на месте. Состояние Дмитрия Вашуркина врачи оценивают в настоящее время как стабильно тяжелое. Мы будем следить за развитием событий. Коммунальная авария в Самаре едва не оставила без затопления 32 многоквартирных дома, три детских сада и одну школу. Утром на улице Карбышева, 28, произошел порыв теплотрассы. За клубами пара с трудом можно было что-то разглядеть. Сейчас на месте работают специалисты компании ПТС. Лопнула труба именно этой ресурсно-снабжающей организации. Коммунальное ЧП произошло на фоне гуляющих по региону аномальных морозов. Но самарцев не оставили без тепла специалисты ПТС. Вовремя провели работы по переключению потребителей на обратную схему. Ведутся земляные работы. Порыв обещают устранить в ближайшее время. Мы и в прошлом, и в этом году в прошлом все повреждения у нас ликвидировались в течение суток. Соответственно, у нас аварий не было. А по масштабу повреждений, в принципе, да, крупный диаметр, можно сказать, что это достаточно крупный тепломагистраль. Но, с другой стороны, число абонентов, которые находятся сейчас на резервной схеме-снабжении, не такое большое. На 9 градусов ниже нормы декабрь испытывает людей технику на прочность. Этой ночью в области температура опускалась до 30 градусов мороза. Сегодня днем в Самаре было до минус 18. По словам синоптиков, это на 9 градусов ниже климатической нормы. К выходным холод немного отступит, пойдет снег. Однако морозная погода сохранится. Температура во второй половине декабря ожидается на 7 градусов ниже нормы. Информацию с первых рук узнала Валерия Макарова. Виновник самарских морозов – это воздух из приполярных районов. И такая погода сохранится ближайшие два дня. В ночь на пятницу местами 28, а в ночь на субботу местами будет достигать 31 градуса. В дневные часы температура минус 14, минус 20 градусов. Но в воскресенье уже наступят некоторые ослабления морозов. Ослабление, впрочем, всего на несколько градусов. Потепление до плюс одного, которое прогнозировали некоторые интернет-сайты, самарские синоптики уверенно опровергают. А вот снегопады вполне возможны. Как только столбик термометра стабильно держится ниже 15, в больницу имени Пирогова начинают поступать пациенты с отморожением. Сейчас таких двое. Однако врачи ждут увеличения их числа. Самый главный враг человека в морозы – это алкоголь и мокрые ноги. Покраснение или уже, как вторая степень, побеление пальцев, допустим, каких-либо других открытых участков тела, анемия, покалывание – все это может говорить о том, что идет отморожение. Что делать? Согревание, но не алкоголем, а согревание – это теплое, сухое, тепло, горячий чай и обращение за медицинской помощью. Морозов бояться не стоит, главное – соблюдать элементарные правила защиты. От холодов вашу кожу защитит специальный зимний крем, а вот одеваться надо, как капуста. И это не бабушкин совет, а рекомендация врачей. Выбирать лучше шерстяную одежду, она лучше согревает, а воздушная прослойка между ними сохранит тепло. Обувь тоже стоит выбирать не узкую, чтобы она не нарушала циркуляцию крови. Ну и, конечно, шапка и варежки. Оделись, застегнулись и пошли. В сильные морозы врачи советуют гулять на улице не больше 20-25 минут, а для детей это время лучше вообще сократить до 15-ти. И потом скорее домой отогреваться горячим чаем. Валерия Макарова, Григорий Пешаков, События. Аномальных морозов боятся даже елки. При таких низких температурах их нужно перевозить аккуратно, иначе отлетят иголки. Чтобы в дома горожан каждый год приходил праздник, стараются в самарском лесничестве. Не побоявшись настоящей русской зимы, за елкой в Новобуяна отправилась Мариана Мирная. Здесь, в Новом Буяне, на открытом пространстве, где нет ни высоток, ни заводов, очень холодно, минус 34 градуса, но мы журналисты, люди морозостойкие и бесстрашные. Да и уж больно хочется в Новый год поставить на телекомпании настоящую зимнюю красавицу. Выбрать елку нам помог старейший работник лесничества Владимир Павлов. 30 лет он рубит елки и точно знает, какая самая лучшая. Чтобы зеленая была, не желтая. Стараться, чтобы пушистая была. В этом году в Новом Буяне заготовили 6000 деревьев. Чтобы ель дольше простояла, можно поставить рубленое дерево в ведро с песком и поливать. До майских праздников простоит, шутят в лесничестве. Главное – бережное отношение к природе. Каждая выращенная елочка, сосенка или ель, которая в северных районах, тут труд человека, оно не виден. Труд работника, простого работника, начиная от сбора шишек, переработки, посева в питомнике и посадки его в лесокультурную площадь. В детские сады, интернаты и дома престарелых елочки предоставят бесплатно. Браконьерам здесь не рады. Патрули обходят лес круглосуточно по специальным маршрутам. Проводится патрулирование лесного фонда, согласно утвержденных маршрутов. За незаконную рубку одной елки административный штраф, согласно статье 8.28, это от 3 до 4 тысяч на гражданина. В Самарской области 16 лесничеств. Так поддерживается нужное для региона количество новогодних деревьев. Чтобы посаженная в питомнике елочка окрепла и превратилась в новогоднюю, нужно 5-7 лет. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Проба, ковша и щетки. В Самару прибыли 5 КАМАЗов, оснащенных по канадской технологии, и один снегоуборщик нового поколения. Машины будут проходить тест-драйв на самарских дорогах. Зимой им предстоит убирать снег, а весной и летом помогать в ремонте дорог. Марина Матвеевшина оценила чудо машины. Жизнерадостный десант апельсинового цвета на борьбу со снежной стихией. В автопарке муниципального предприятия пополнение. Этот КАМАЗ заменяет сразу несколько машин. В зависимости от навесного оборудования он может мыть бордюры, толкать снег, чистить дорогу щеткой и разбрасывать реагент. Реагент разбрасывает песок с солью или реагент с помощью этого оборудования. И чем выгодно эта машина отличается от других, можно заранее задать параметры. Какой объем реагента рассыпать, с какой скоростью и на какой радиус. Причем в зависимости от скорости машины разбрасывание реагента замедляется или ускоряется. Это позволяет экономить материал и равномерно распределять реагент по дороге. Это канадская технология, которая зарекомендовала себя на родине. А вот приживется ли она в Самаре, предстоит выяснить. Пять единиц техники, которые у нас пришли по договору тест-драйва, и шестая единица – это от другого производителя. То есть без копейки денег? Да, на сегодняшний день так. Эти машины должны зарекомендовать себя в работе, после чего мы будем выстраивать за счет предприятия непосредственно те или иные степи расчетов после конкурсных процедур, если они докажут свою эффективность. Кроме новых машин, пришедших на испытания в МП-благоустройство, еще 53 снегоочистителя, которые работают на благо города не первый год. Несмотря на то, что техники не хватает, автопарк предприятия укомплектован только наполовину от норматива, со своими задачами она справляется. Если мы сумеем довести до стопроцентной обеспеченности, то очистка города будет проходить более качественно и более быстро. Мы к этому стремимся, но, конечно, все будет зависеть от экономики, от бережливого отношения к тем бюджетным ресурсам, которыми владеют муниципальные предприятия. Три месяца назад в МП-благоустройство назначен новый директор Алексей Власов. И уже видны изменения, отмечает Олег Фурсов. Снизилась закредитованность организации, найдены новые источники финансирования. За счет них уже в пятницу начнется массовый вывоз снега из города. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Коммунальный рай все ближе. Вопрос воды и света газа на участках в Орловом овраге глава Самары обсудил на совещании с представителями сетевых компаний. В октябре Олег Фурсов встречался с инициативной группой от многодетных семей, которые получили участки в Орловом овраге. Там уже строится 8 домов. Развитие массива тормозит только отсутствие коммуникаций. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ресурсники представили свои предложения. Готов проект подключения участков газа. Подвезти воду пока предлагают по временной схеме. Пробурить скважину. Это можно будет сделать в ближайшее время. Но работают на перспективу. Глава города поручил СКС подготовить проект централизованного водоснабжения и водоотведения. Возможно, затраты на это войдут в инвестиционную программу компании. Массив будет развиваться безусловно. Там будут, безусловно, потребители. Это просто вопрос времени. И, конечно, для сетевиков, как мне кажется, интересно, чем больше потребителей, тем больше, так сказать, возможностей вам развиваться. И призываю все-таки еще раз тех, кто пока не проявил интереса, может быть, подумать и какие-то предложения тоже сформулировать. Может быть, они будут более выгодны для города и для людей, которые там проживают. Более 300 должностных лиц в этом году привлечены к ответственности за коррупционную деятельность. Это федеральные, государственные и муниципальные служащие, а также руководители госучреждений. В областной прокуратуре подвели итоги. Больше всего нарушений в сфере закупок земельного законодательства и здравоохранения. Уволены три главврача больниц из Рани Тольятти и Большой Черниговки. Прокурору выявили, что руководители учреждений заключали договоры с организациями, в которых работали близкие родственники. Нередки случаи, когда государственные и муниципальные служащие представляют неполные сведения о доходах, а это законом категорически запрещается. Это все-таки служит профилактической мерой для развития коррупционных правоотношений. Если сведения о доходах ты должен декларировать, если что-то приобрел, какое-то серьезное имущество, ты тоже должен декларировать. Если ты не задекларируешь, а найдут, что ты приобрел не на те средства, то его конфискует. Это все должно останавливать недобросовестных должностных лиц от каких-то коррупционных действий. Вопросы, связанные с обеспечением права порядка в регионе, обсудили губернатор Николай Меркушкин и прокурор Самарской области Константин Букреев. Глава надзорного ведомства, который был назначен на должность приказом президента России 6 октября, рассказал, что сейчас он знакомится с работой районных подразделений. Константин Букреев сообщил Николаю Меркушкину, что на данный момент он посетил уже 20 районных прокуратур. Провел личные приемы граждан, все поступившие обращения взяты на контроль, заверил Букреев. Это ознакомление с самой обстановкой, с прокуратурой, с прокурором, проведение совещаний различного рода, ну и вот прием граждан. И вот граждане уже священники. В Сызрине нет, пока еще в Сызрине нет, где все это. И из крупных, вот Тольятти, Новокуршевского. Да, сама-сама. Губернатор провел еще одну рабочую встречу с председателем Тольяттинской городской думы Дмитрием Микелем. Обсуждали бюджет Автограда на 2017 год, подготовку к юбилею выпуска Волжским автозаводом первого автомобиля, создание территории опережающего развития, предстоящие в следующем году выборы мэра Тольятти и ремонт дорог. По словам главы региона, на Тольяттинские магистрали из федерального бюджета будет направлено почти 800 миллионов рублей. Из областной казны тоже поступят деньги. Сумма сейчас определяется. Город должен занять жесткую позицию в вопросе качества ремонта дорог, подчеркнул губернатор. Эти деньги можно использовать там, где наиболее сегодня тема острая, актуальна. Позиция губернатора давно. Есть некачественные дороги, не принимаются и не оплачиваются. Или пусть кладут еще слой, или все что угодно делают. Гарантированный срок службы, эксплуатационный службы, был обеспечен. Время подводить финансовые итоги. Масштабные проекты и социальные статьи. Исполнение городского бюджета с 2016 года за первые три квартала признано эффективным. Главный финансовый документ Самары рассматривали на заседании профильного комитета городской думы. В парламенте сегодня работал Олег Зверев. Коридоры городской думы уже украшены новогодними гирляндами. Сейчас конец года и время подводить финансовые итоги. Сегодня профильный комитет рассматривал отчет об исполнении городского бюджета за прошедшие месяцы. По данным Департамента финансов, за это время удалось собрать 15,5, даже больше 15,5 миллиардов рублей. На эти деньги были профинансированы, в том числе и самые масштабные, значимые для города инфраструктурные проекты. Главным явилось то, что благодаря средствам вышестоящих бюджетов и софинансированию со стороны города у нас осуществились и осуществляются очень большие проекты, глобальные инфраструктурные проекты. Они проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Я думаю, что все жители города обратили внимание на то, что у нас резко улучшилась ситуация с дорожным хозяйством. Мы привели в порядок дороги. У нас много проводится работ по благоустройству городских территорий. При этом бюджет сохраняет социальную направленность. Все статьи о поддержке граждан Самары профинансированы в полном объеме. И как было отмечено на заседании комитета, и городская администрация, и депутатский корпус сделали все возможное, чтобы средства муниципальной казны и поступившие из вышестоящих бюджетов были потрачены наиболее эффективно. Направлено на то, чтобы каждую копейку была потрачена не зря. И поэтому, так сказать, выстраиваются приоритеты. И мы видим необходимость вложения средств как в школы, в детские сады, в дороги, в инфраструктуру. Это то первое, что необходимо сегодня гражданам. И что особенно важно, это участие меценатов в расходах города. За счет их помощи было отремонтировано более 30 фасадов в исторической части города. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Долгожданная покупка. В декабре-январе в Самару приедут 10 трехсекционных трамваев. Почти 1 миллиард рублей потратит мэрия на это приобретение. Вагоны должны быть низкопольными и оборудованными автоматизированным контролем оплаты проезда. И вот уже почти год по городским маршрутам курсируют новые двухвагонные низкопольные трамваи. Как показали себя машины в работе на самарских путях, узнала Марина Матвейшина. Этот трамвай первым из всей партии, прибывший в этом году в Самару с Усть-Катавского завода, вышел из депо на линию. Управляла им Елена Найдина. И до сих пор она с ним неразлучна. Приучаю, смеется женщина, новую машину к самарским рельсам. Они учатся, мы учимся. То есть, как они обходят нашу дорогу, эти трамваи, так и мы учимся. Вагон удобный, теплый и комфортный. Большие окна улучшают обзор. Плюс ко всему трамвай оснащен камерами. А это, как еще одна пара глаз на затылке. Здесь камеры. Над каждой дверью камера. И на выходе вот монитор стоит. Вот это пульт. Я могу в любое время перевернуть любую камеру и посмотреть, где, с какой стороны, что творится. Комфортом отличается не только кабина водителя, но и салон для пассажиров. Одновременно трамвай может перевозить почти 130 человек. В салоне даже тепло. Пассажиры не мерзнут. Там три ступени обогрева. То есть, я включаю. Вот это вот. Это с обоих сторон под сиденьями стоят пушки. Это первая группа отопления. То есть, это если вот минус 10, так вот, где-нибудь температура такая, чтобы не давать полную нагрузку на печи. А если уже вот как сегодня минус 20, даешь полную нагрузку, четвертую степень отопления включаешь и прекрасно. Вагон низкопольный. И это дает возможность маломобильным гражданам без труда заходить в салон. Но кроме этого, он еще и оснащен откидным пандусом, чтобы удобно было и инвалидам-колясочникам. У нас даже были пассажиры, те, которым мы давали номера телефонов. Они выходили именно к тому времени, когда мы подъезжаем. Мы им опускали пандус, они заезжали. Трамвай хорошо показал себя за время эксплуатации. По городским улицам курсирует 20 комфортных вагонов. Трамвай проследует по пятому маршруту до Кривная площадь. Осторожно, двери закрываются. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Набор продуктов для традиционного новогоднего салата Львье подорожал, сообщает Росстат. Насколько знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне. За один баррель дают 54 доллара 30 центов. Валюта чуть прибавила в цене. Курс на 16 декабря. Доллар 61 рубль 63 копейки. Евро 64 рубля 61 копейка. Золото стоит 2269 рублей. Серебро 33 рубля 25 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 66 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей 54 копейки. В 2016 году на территории России Центробанк выявил больше 170 финансовых пирамид. Чаще всего людей заманивают большими процентами. В итоге вкладчики остаются ни с чем. Салат Оливье для новогоднего стола в этом году подорожал на 2%. И обойдется примерно в 310 рублей, подсчитали в Росстате. А набор продуктов для другого популярного блюда, сельдь под шубой, поднялся в цене почти на 4%. Автоваз остановит производство на 2 недели раньше официальных каникул по техническим причинам. В результате произойдет на 10 тысяч автомобилей меньше. На этом все. Удачи в делах. Еще одна награда в копилке телеканала «Самары Ги». Второй год подряд коллектив редакции становится победителем конкурса на лучшее освещение выборов в средствах массовой информации. Благодарственное письмо вручил председатель областного избирательной комиссии Вадим Михеев на заседании избирком. Наш телеканал победил в номинации за активную работу по повышению электоральной активности населения. Награды вручены также нашим коллегам-коллективам ГТРК «Самары» и Новокуйбышевской газеты «Вестник». Далее коротко о других темах дня. Из-за аварийных работ на газопроводе улицу Киевскую в Самаре перекрыли на участке от Тухачевского до проспекта Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта изменились. Автобусы под номерами 24, 34 и 41 проедут через Московское шоссе и улицу Гагарина. 207-й из города будет выезжать по Мичурино и Клинической, а затем проследует на Владимирскую, Партизанскую и далее поедет по привычному направлению. Администрация города просит обратить внимание на изменения и заранее планировать свой маршрут. На Волге спасли рыбака. При 20-ти градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. Спасателям пришлось идти пешком по льду. Они привели пострадавшего в чувство, положили на носилки, накрыли за термическим покрывалом и эвакуировали на берег, где передали его родственникам. Женщина пыталась без пошлин провести через Курумыч часы стоимостью почти полтора миллиона рублей. Пассажирка, прибывшая рейсом Прага-Самара, проследовала зеленым коридором, тем самым показав, что декларировать ей нечего. Однако таможенники заметили на ней часы класса люкс. Корпус хронометра весом в 162 грамма изготовлен из золота 750-й пробы. Их хозяйка теперь обязана внести таможенные платежи. Белорусский тренер Вадим Скрипченко хочет переиграть бельгийского специалиста Франка Веркаутерона. Наставник рельсоветов планирует завершить чемпионат страны на восьмом месте. Прошлый сезон команда Веркаутерона финишировала на девятой строчке турнирной таблицы. Чем еще шокируют самарских болельщиков самарские спортсмены, знает Валерия Макарова и ее новости спорта. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Главный тренер крыльев советов Вадим Скрипченко надеется закончить футбольный сезон не хуже своего предшественника бельгийца Франка Веркаутерина. Самарские дзюдоисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях памяти Марата Бибарцева. Самарцы – олимпийские надежды спортивной гимнастики. Ева Сашникова завоевала серебряную медаль, а Давыд Крючков стал бронзовым призером в многоборье по программе второго разряда на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». В Брянске за места на пьедестале почета вольные упражнения демонстрировали около сотни юных спортсменов со всей страны. Никита Верещагин, Евгений Кушнир, Алико Джиланзе и Марьям Есеркеева завоевали золотые медали мемориала Марата Бибарцева. В Перми на всероссийском турнире под дзюдо в памяти заслуженного тренера России сборная Самарской области дополнительно заработала еще три серебряные и три бронзовые награды. Состязание носит статус мастерского турнира, а значит чемпионы получат звание мастер спорта России. Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко надеется, что его команда по итогам чемпионата страны по футболу займет место не ниже десятого, а то и поднимется на восьмое. Об этом он заявил на одной из самарских радиостанций. На данный момент «Крылья» двенадцатые. На зимних каникулах Скрипченко займется подбором новых игроков. Сейчас на примете защитник воронежского факела Виталий Шахов. Его команда играет в более низкой лиге, футбольной и национальной, и занимает пятое место. В этом сезоне Шахов сыграл за факел 18 матчей и забил три мяча. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин